Добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр Горячев. Перед начнем вебинар проверим качество связи. Если меня слышно видно, поставьте, пожалуйста, плюсы. Отлично, большое всем спасибо. Сегодня у нас тема вебинара «Денежно-кредитная политика Центрального банка Японии». Для начала проведем голосование. Давайте посмотрим, кто как часто торгует валютными парами с японской иены. Пожалуйста, проголосуйте, чтобы нам было интересно всем посмотреть, насколько у вас акцион-трейдеры торгуют либо парой доллар-иена, либо парой евро-иена, парой пункт-иена. Возможно, кто-то не торгует, возможно, кто-то торгует один раз в день. Насколько у нас популярна, скажем так, японская валюта среди клиентов компании «Прэшфорекс»? Голосуем поактивнее. Пока у нас на первом месте есть вариант ответа «Одна сделка в день». То есть валютная пара с японской иены достаточно популярна у нас среди участников вебинара, радует это. Когда останавливаем наш опрос, подведем небольшие итоги, у нас на первом месте находится вариант ответа «Одна сделка в день». То есть довольно часто у нас клиенты компании «Прэшфорекс» торгуют валютным паром с японской иеной. Есть клиенты, которые не торгуют, и также варианты ответа «Одна-две сделки в неделю» и «Одна-две сделки в месяц». Здесь небольшой отрыв 6,3 голоса. Всем большое спасибо за голосование. Для нас это всех тоже очень интересно, потому что все мы понимаем, по ходу проведения голосования, скажем так, популярна у нас данная валюта или не популярна. Потому что для того, чтобы торговать валютными парами с японской иеной, необходимо все-таки очень хорошо разбираться в фундаментальном анализе, потому что японская иена и, скажем так, в тех валютных парах, в которых она представлена, фундаментальный анализ играет тоже немалую важную роль. Наверное, если сравнивать с остальными валютными парами, допустим, евро, доллар, доллар, японская иена, то именно в последней паре доллар, японская иена фундаментальный анализ играет наиболее важную роль. Даже более важную, чем технически, потому что все-таки японская иен такая валюта политизирована, скажем так. Здесь замешано очень много политики. И вот сейчас мы рассмотрим, почему же здесь замешано очень много политики. И что ожидать от пары доллар-иена в ближайшей перспективе на второй и третий квартал текущего года. Будем рассматривать именно пару доллар-иена, поскольку у нас, как основная, если смотреть по ликвидности валютного рынка кодекс, то у нас на первом месте пара евро-доллар по объему торгов по обороту предневному, и на втором месте пара доллар-японской иены, уже на третьем месте с отрывом пары пункт-доллар. Поэтому сегодня рассматриваем именно пару доллар-японской иены. Рассмотрим историю возникновения Центрального банка Японии. Покорганизация, скажем так, старая, она появилась в конце XII века. Центральный банк Японии обладает моноклальным правом выпуска банкнот, является банкером правительства, осуществляет кассовое исполнение бюджета и управление государственным долгом. Необходимо отметить, что по статусу Центральный банк Японии, или банк Японии, как его еще называют, является не административным органом, а акционерной компанией. У нас уже есть несколько центральных банков, которые мы рассматривали, которые являются акционерными компаниями, частными, скажем так, компаниями. Это, в первую очередь, Федеральная резервная система, которая является частной компанией. Также у нас в России, в нашей Отечественной Центральной банке Российской Федерации, это тоже частная компания, не государственная. И вот то же самое в Японии. 55% капитала принадлежат правительству Японии, и 45% принадлежат финансовым институтам, страховым компаниям, или другим частным акционерам. Получается, у нас контрольный пакет находится у правительства Японии. Я поднимаю отметить, что акционеры Центрального банка Японии получают, имеют право на получение дивидендов. Норма дивидендов установлена в размере 4%, если банк получил очень хорошую прибыль. То есть, если банк получил прибыль незначительную, то, соответственно, решение о выдаче дивидендов, оно не признавается отрицательным. Никаких дивидендов не платит. Только лишь после хорошей прибыли, после успешного финансового года. Необходимо отметить, что Центральный банк Японии играет очень ключевую роль, в том числе и на валютном рынке Форекс, не только на денежном рынке, скажем так, на представлении по регулированию спроса и предложения денег, но также на валютном рынке Форекс. Всем, наверное, известная, знаменитая интервьюенция Центрального банка Японии, которая проводит их, скажем так, в нежданом недавно, когда трейдеры этого не ожидают. Очень многие трейдеры активно спекулируют в японской иене, только по американскому доллару, и вот бывает так, что на рынок выходит Центральный банк Японии и наказывает спекулянтов. Поэтому всегда нужно быть внимательно осторожным, потому что Центральный банк Японии – один из всех банков, которые очень внимательно следят за курсу странной валюты и готов ли был момент выйти с интервенцией. Азот-эвалютные резервы Центрального банка Японии тоже являются очень внушительными. По последним данным, согласно миланскому отчету 2014 года, размер зоэров составляет 1,277,000,000,000 долларов. Центральный банк Японии по этому показателю занимает второе место после Китайского Центрального банка, Народный банк Китая его называет. Поэтому действительно организация очень серьезная, обладает мушекинерализирование, которое можно использовать для своей денежно-кредитной политики. Поэтому всегда нужно тоже знать при торговле парой доллар-гена, что у Центробанка есть большие речки для того, чтобы проводить сглаживание курса японской гены в случае необходимости, и также всегда выходить с интервенцией в случае необходимости. Поэтому этот фактор в никаком случае нельзя сбрасывать счетов, потому что возможности у Центрального банка, они очень большие. Рассмотрим управляющих Центрального банка Японии. С марта 2013 года, то есть у нас получается уже чуть более года, недавно получается на той неделе, четверг, до юбилея, один год, как Центральный банк Японии возглавляет Хрухиху Курога, он до этого работал на посту президента Азиатского банка развития, он работал 8 лет на данном посту с 2005 года по 17 марта 2013 года, то есть за того момента, как его пригласили на должность управляющего Центрального банка Японии. Беусловно, очень талантливый специалист, имеет несколько степеней по научной работе, имеет степень бакалавра по экономике, также очень хорошо разбирается философия, в общем, человек очень образованный, и также необходимо отметить, за то время, пока он возглавлял Азиатский банк развития, за те 8 лет капитализация данной организации выросла в 3 раза с 55 миллиардов долларов до 165 миллиардов. То есть, если капитализация растет, значит, данная организация показывает хорошие результаты, потому что если менеджмент работает плохо, управляющий банком, соответственно, акции будут торговаться очень низко, или они будут стоить вообще копейки, потому что даже можно срочить у нас в России, есть у нас две крупные организации, которые торгуют у нас на московской бирже, допустим, Сбербанк, самый большой банк в России по капитализации, и, скажем, в втором месте тоже сильная организация, это банк КПТБ, но вот между ними две большие разницы, и, допустим, инвесторы иностранные, которые у нас в большей степени контролируют, и эти отечественные фонды главы над инвесторами очень так дружелюбно смотрят в сторону Сбербанка, и, скажем так, негативно, со стороны с опаской смотрят на банк КПТБ, потому что все же, если сравнивать структуру управления, менеджмент, то не условно, в банке КПТБ работа построена гораздо хуже, поэтому и банк КПТБ стоит так дешево, и очень часто в случае различных коллапсов он просто, так скажем, улетит на 10-15% запросто вниз. Поэтому здесь, безусловно, менеджмент работает очень хорошо, что является итогом, скажем так, управления капитализацией за 8 лет. Поэтому, безусловно, человек очень талантливый. Рассмотрим функции Банка Японии. Здесь необходимо отметить, что у всех организаций, у всех центральных банков функции одинаковые. Первая – это выпуски банкнот. Действительно, только Центральный банк государства обладает монокольно правом на выпуски банкнот, в том числе и Банк КПТБ. Банкноты – это японские иены. Вторая функция – реализация денежно-кредитной политики. Это изменение норм обязательных резервов для коммерческих банков, также операции на финансовых рынках, регулирование учетной ставки. Здесь тоже все стандартные функции. Соответственно, если нормы обязательных резервов для коммерческих банков повышаются, то это ведет к тому, что коммерческие банки начинают меньше выдавать кодеков в экономику, предприятиям, физическим лицам. Соответственно, экономика начинает, скажем так, идти вниз, начинается небольшая стагнация. Если резервы уменьшаются, нормы по резервам, соответственно, коммерческие банки могут выдавать гораздо больше кредитов, потому что нет слишком обязанности держать дополнительные средства для того, чтобы употреблять различные выгодки. Поэтому, чем больше кредитов, соответственно, тем экономика развивается лучше. Но это не всегда бывает так, потому что здесь необходимо поддерживать баланс. Об этом мы тоже говорили на наших вебинарах. Всегда нужен, скажем так, определенный баланс. Потому что, если даже много кредитов, это тоже не всегда было хорошо. Сначала это может привести к росту экономики, а затем к перегреву экономики, и в итоге мы увидим очень жесткую посадку. Мы проводили вебинар у нас, вот такая главная тема о банковской кризисе. Как раз мы там и рассматривали все эти причины, к чему может приводить, скажем так, агрессивное стимулирование коммерческими банками различных предприятий и физических лиц. Если кто не смотрел, вы можете посмотреть все эти вебинары либо на сайте компании в разделе видеоуроки, либо на сайте YouTube на официальном канале компании «Прэш Борокс». Тема называется «Банковские кризисы». Как раз мы все подробно это разбирали. Регулирование учетной ставки – это тоже очень важный элемент, потому что именно под эту ставку Банк Японии подает кредиты коммерческим банкам. Соответственно, уже дальше коммерческие банки, скажем так, накладывают свою маржу, то есть накладывают свою часть некоторого дохода и уже кредитуют либо предприятие, либо население. Поэтому чем выше ставки, тем менее привлекательны они для предприятий, для населения, и, соответственно, чем меньше ставки, тем они более привлекательны. Когда Центральная банка занимается этим регулированием. Необходимо отметить, что ставки у Центрального банка Японии уже длительное время находятся на низком уровне, потому что Япония страдала, скажем так, болезнью дегуляцией. Сейчас она начинает из этой болезни выходить, скажем так, бездоравливать от этой болезни. Мы тоже это подробно рассмотрим чуть позже. Что такое дефляция, почему Япония попала в этот период, это чуть позже мы рассмотрим. Третья функция – осуществление взаиморасчетов коммерческих банков. Четвертая функция – это мониторинг и проверка финансового положения и состояние менеджмента финансовых учреждений. Здесь тоже, в принципе, все понятно. Это по аналогии, как у нас сейчас действует Центральный банк Российской Федерации. Все вы, наверное, с этим знакомы, что у нас периодически решаются лицензии различные, коммерческие учреждения банковские. Вот как раз именно Центральный банк не обладает такими функциями, чтобы проводить мониторинг и проверять финансовое положение. Если финансовое положение стабильнее, то делаются предписания, вводятся различные проверки аудиторские. И, соответственно, если данные предписания не исполняются, ошибки не, скажем так, исправляются, соответственно, у данной организации занимается лицензия на право операции банковской деятельности. Пятая функция – это проведение операции с государственными цельными бумагами. Есть различные государственные регуляции, и в их селях, и вот как раз именно Центральный банк и занимается данными операциями, либо берет под залог у коммерческих банков данные, скажем так, цельные бумаги для того, чтобы кредитовать коммерческие банки, либо наоборот он продает данные бумаги на открытом рынке тем же самым коммерческой структуре. Вот именно этими функциями он и занимается. Заседания Банка Японии, они у нас проходят раз в месяц, причем необходимо отметить, что нету, скажем так, строгой последовательности, когда это проходит. Вот, допустим, у нас есть строгая последовательность у Европейского Центробанка, у Банка Англии. Допустим, эти организации, эти регуляторы проводят свои заседания, как правило, в первый четверг месяца. На будущей неделе как раз и состоятся в четверг заседания Центроевропейского Центробанка, а также Канглии. У Банка Японии нет такой строгой последовательности, то есть заседания проходят периодически, Календарь заседания публикуется всегда на сайте Санкт-Петербанка Японии, ну и также на нашем сайте www.flashforas.ru всегда нужно, скажем так, оснакомиться с ближайшими заседаниями Центробанка. Решение по денежно-кредитной политике принимается в течение двух дней и обычно, скажем так, итоги оглашаются на второй день, причем необходимо отметить, что у нас на второй день достаточно так все проходит. Сначала рано утром по московскому времени оглашаются итоги по процентной ставке, также берутся некоторые комментарии по денежно-кредитной политике и уже через несколько часов проводится пресс-конференция руководства правильного банка Японии, где уже более подробно глава банка Курода, а также его заместители, они уже более подробно рассказывают о текущем положении дел в экономике Японии, также подробно рассказывают о инфляции, о безработице, об экспорте, потому что это тоже очень важный образ для экономики, Япония и у нас страна экспортирующая, соответственно, экспорт тоже играет очень важную роль, а как мы все понимаем, для того, чтобы экспорт рос, для того, чтобы была положительная динамика, необходим низкий курс национальной валюты, потому что есть такая закономерность, чем курс ниже национальной валюты, тем это лучше для экспортеров, и наоборот, высокий курс, он лучше для импортеров. Соответственно, Япония страна экспортер, поэтому курс национальной валюты, японская иена, ее тоже, скажем так, очень сильно волнует, и как раз именно за курсом уследит японский регулятор Центральный банк Японии. Вот, посмотрите, на слайде изображен график пары доллар-японская иена, дневной график, свечи, у нас последнее заседание состоялось 11 марта, вот у нас такая небольшая свеча, небольшая. В принципе, торги проходили достаточно спокойно в тот день, особой волатильности не было, была, скажем так, умеренная средняя волатильность. Однако, потом, что мы видим, видите, в течение нескольких дней японская иена очень хорошо укрепилась. То есть, это говорит о том, что, безусловно, вот мы видим до заседания некоторую консолидацию, свечи у нас бычие, однако свечи, скажем так, многие большие, особо на день накануне, именно консолидация была, и потом уже была воздана консолидация унесена. Укрепление японской иена. Что еще раз образует о том, что, безусловно, заседания Банка Японии, они всегда с интересом воспринимают своими инвесторами, причем не обязательно, что именно в этот день, допустим, у нас было какие-то сильные колебания. Бывает, что сильные колебания, бывает, что сначала, скажем так, графики переваривают информацию, которая поступила от руководства Банка Японии, а уже потом начинаются сильные движения. Поэтому об этом тоже всегда необходимо помнить. Хотел бы сказать, что если у кого-то вас не купили вопросы по ходу проведения нашего вебинара, обязательно пишите свои вопросы в чат, и я сразу отвечу на ваши вопросы, не стесняйтесь. Такая просьба, пишите вопросы по теме нашего вебинара, чтобы, скажем так, не привлекаться на другие вопросы, потому что бывает так, что люди пишут очень много вопросов по теме вебинара, кто-то не по теме вебинара, и, соответственно, можно пропустить именно тот вопрос, именно который был задан по теме нашего вебинара. Мы рассмотрим утром мягкую денежную политику Банка Японии, для чего это сделано было, почему Япония пошла на такой шаг. Потому что шаг беспрецедентный с одной стороны и с другой стороны несет дальнейшие, скажем так, негативные последствия для японской экономики. Но сейчас, в данный момент, это позитив именно для японской экономики, и вот все эти причины мы сейчас рассмотрим, и как эти все факторы влияют на курс пары доллара японской иена. Японские регуляторы ежемесячно на сумму порядка 6 триллионов иены выкупали в государственной облигации, бумаги биржевых и индексных фондов, так называемые ТЭФы, и фондов недвижимости. И все эти меры направлены на борьбу с дефекционными процессами, в которые уже много лет опустилась экономика страны с горящего солнца. Необходимо отметить, вот мы тоже много раз говорили на наших вебинарах по обзору валютного рынка Форекс, который мы проводим традиционно каждый годный день в 10.30 московскому времени, что между парой доллар, японская иена и фондовым рынком в Японии, в особенности мы делаем укор на кучерс на Nikkei-2025, это фондовый рынок в Японии, Nikkei-2025, если кто не знает. Именно поэтому есть очень высокая привязка, потому что Центральный банк Японии, в том числе активно, скажем так, одновынки путем покупки бумаг в биржевых ремонтных фондов, и, соответственно, Центральный банк проявляет данные бумаги, что прямо оказывает влияние и на фондовый рынок с Nikkei-2025, соответственно, тоже есть прямая привязка. Вот, наверное, кто-то, допустим, задумывался об этом, почему уже очень такая сильная привязка возникла. Вот, именно, в принципе, привязка возникла после введения ультро-мягкой рейджной кредитной политики. Станин Банка Японии. До этого калибляция тоже определенная была, но сейчас она очень высокая. Не скажу, что, допустим, 100%, но, скажем так, в низкопедии с Японии. Что такое дипляция и, допустим, почему Япония вводится с данными процессами? Дипляция – это снижение цен, снижение индекса потребительских цен. Если, допустим, у нас дипляция – это рост индекса потребительских цен. С одной стороны, у нас, допустим, люди думают, что дипляция – это очень плохо, потому что, допустим, есть доходы. Дипляция не ценит данные доходы, поэтому это негативно. Но, с другой стороны, дипляция – это тоже негативно. Потому что, смотрите, допустим, если у нас есть дипляция, сегодня у нас март месяц. Рассмотрим, допустим, на примере. Сегодня март, и мы видим, что в январе цены падали. И потом мы смотрим, в феврале тоже цены падают. Берем любой продукт. Мы, допустим, возьмем хлеб. Все из нас едят хлеб. В январе цены на хлеб падали, в феврале цены на хлеб также падали. В марте они также снижаются. Соответственно, мы думаем, что цены будут снижаться и в апреле. Соответственно, допустим, мы уже делаем этот расчет. Соответственно, мы не будем, скажем так, активно покупать данный продукт. Надежда на то, что будет очень сильный рост. Соответственно, лучше бы нам, допустим, купить именно сегодняшний, допустим, муханок, несколько батонов для того, чтобы потом несколько дней не покупать. Мы будем покупать достаточно немного для того, чтобы, скажем так, как используя данный продукт именно столько, сколько нам необходимо, мы не будем делать запасов. Раз на это именно ведется и расчет, и смотрите, что это приводит дальше, получается целая цепочка. Мы, допустим, не покупаем данный продукт в большом количестве, мы ожидаем его дальнейшего снижения. Соответственно, предприятия от этого тоже страдают, потому что им приходится сокращать производственные мощности, потому что они не могут держать высокие производственные мощности, если цены порадуют. Цены падают, это приводит к меньшим доходам, соответственно, если мощности загружены на максимальную мощь, скажем так, соответственно, это минус на балансе предприятия, это приводит к дополнительным расходам, к дополнительным убыткам. Соответственно, предприятия сокращают производственные мощности, и, соответственно, они также приводят все это к тому, что раз тут безработица, предприятия вынуждены сокращать занятость на своем предприятии, угонять людей, кого-то отправляют либо выпуска, допустим, неоплачиваемые кого-то, просто увольняют. Соответственно, это тоже негатив. И что в итоге мы имеем? Мы имеем уже целую такую цепочку. С одной стороны, люди ждут снижения цен, предприятия, с другой стороны, от этого получают меньше доходов, и работники, которые работают на предприятии, они были вынуждены вообще уволиться либо по собственному желанию, потому что или платят зарплату, либо и по уэлли. Соответственно, все безработицы. Безработица это тоже минус для экономического роста. Если у нас безработица высокая, то у нас в таком росте показателей ВВП даже думать не приходится. Соответственно, все эти процессы, они были в Японии, причем они были достаточно долго, десятилетие. Как раз именно, скажем так, снижение инфляции привело ко всем этим процессам, что в Японии не росли, не то что розничные цены, но также и была достаточно высокая безработица, и также были различные другие проблемы, в первую очередь, низкие ВВП, и вот, скажем так, правительство Японии не знало, что с этим делать. Но потом пришел новый министр Синзо Аби, который заявил, что вот необходимо провести мягкую денежную кредитную политику, которая может привести к Синзо Аблигану припомнили, совместно с Министерством финансов, которая как раз поможет, скажем так, разогнать инфляцию. С одной стороны, да, раздон инфляции произошел, об этом мы сейчас тоже посмотрим на графику. Инфляция у нас разогналась, но с другой стороны, это тоже негатив, потому что все это приводит к послаблению курса национальной валюты. Здесь у нас на спарте изображен недельный график пары доллар-японская иена. Вот период, когда именно было принято решение о введении вот этой ультромягкой денежной кредитной политики. Смотрите, у нас японская иена продавалась ниже отметки 80-йен за один американский доллар, и потом мы увидели стремительный рост. Потом некоторые изменения, но это была именно коррекция, коррекция вот к этому росту. Это никакой не разворот, а именно коррекция и дальнейшее мы видим опять продолжение восходящего тренда. Соответственно, это тоже негатив, потому что японская иена очень сильно ослабляет по отношению к американскому доллару, больше 20%. Рассмотрим основные марки экономических раздателей, что же привела данная денежная предпринимательная политика. Она привела к тому, что, как мы увидим, начался рост инфляционного давления в Ипонии. Если здесь, допустим, с января 2014 года инфляция была на отметке 0,1% в годовом исчислении, а в июле, который у нас первый месяц, второе полугодие, инфляция была рискованная, то есть у нас наблюдалось сжать инфляционного давления, и потом у нас уже пошел плавный рост. И сейчас, по последнему отчету, январь 2014 года мы приняли инфляцию на отметке 1,4% в годовом исчислении. Страхбанки Коми поставили себе задачу достичь целевого уровня для 2%. Почему именно 2%? Потому что именно при этом уровне хорошо работает экономика. Есть определенные экономические модели, которые были давно уже, скажем так, вычислены, давно они были опубликованы в различных научных работах. И вот данные модели относятся о том, что для того, чтобы хорошо была экономика, чтобы были хорошие темпы экономического роста, чтобы было показатели ВВП. Необходимо, чтобы безработица была на уровне 4%, а инфляция на уровне 2%. Как раз вот именно Банк Японии стремится к этому уровню инфляции 2% для того, чтобы экономика работала хорошо. Завтра в пятницу у нас рано было по московскому времени. Визаинскую торговую сессию будут опубликованы разганы из Японии. Будет опубликован целый блок важной экономической статистики. И в том числе на первом месте стоит публикация данных по индексу с лицензой февраля. Ожидается по опросам экономистов, которых опросило агентство Bloomberg, отметка 1,5% в годовом числении. То есть это выше текущего уровня на 0,1%. То есть ожидают экономисты для меньшего роста инфляционных процессов в стране исходящего солнца. Это безусловно позитив. Рассмотрим на показатели ОВП, динамику ОВП. Нужно также отметить, что в третьем патре 2012 года ОВП был отрицательный. 3,1%. Раз это и говорит о том, что дефляция прямо сказывается негативной на показатели ОВП на отъемах экономического роста. Потому что если цены не растут, это, как мы уже рассмотрели ранее, приводит к цели цепочки негативных последствий. И соответственно все это прямо отражается на итогу показателей экономического роста. Здесь также необходимо отметить, что, допустим, возможно, некоторые участники Угнаева подумают, что необходимо иметь очень большой расход для того, чтобы экономика росла. Нет, здесь необходим именно баланс. То есть если у нас цены очень сильно растут, безгромерующая инфляция, такая, которая была у нас в Российской Федерации 1990 года, когда у нас, допустим, если мне память не изменяет, в 1994 году, у нас инфляция была 190% за год. Соответственно, это тоже очень плохо, это просто ужасно. Здесь на таком экономическом росте говорить просто не приходится. Когда страна была в разрухе, был полный развал в экономике, соответственно, вот такая была первая инфляция. Но и когда цены падают, когда инфляция отрицательна, это тоже негатив для экономического роста. Здесь нужен баланс, и это именно тот баланс, который давно уже определили экономисты, ведущие ученые мировые, это 2% в годовом исчислении. Как раз именно к этому балансу и стремятся практически все центробанки. Допустим, смотрите, у нас европейский центробанк поставил себе такой целевой уровень 2%, банк Англии поставил себе 2% та же самая эпидемиальная резервная система, ждет тоже достижения 2% отметки. Сейчас отметки гораздо ниже. Поэтому, безусловно, это еще раз подчеркивает, что именно этот баланс есть на отметке 2%. Когда у нас инфляция в Японии стала расти, то у нас пошел показатель ВВП. Соответственно, мы наблюдали в первом квартале 2013 года отметку 4,2% в годовом исчислении. Это тоже первый тревожный звоночек для руководства Банка Японии, для японского правительства, так и что для Министерства финансов, потому что необходимо принять какие-то меры для того, чтобы поддерживать определенный экономический рост. Сначала будет условно определенный положительный эффект после изведения вот этой ультрамягкой и уничной политики, стимулирующей. И мы сразу же видим, если вы посмотрите, у нас треть квартал 2012 года отрицательный РВП, более 3%. И потом у нас резкий РВП может стать в течение двух квартал выше 4% положительного экономического прирост. И, условно, РВП был очень сильный. Однако после этого РВП экономика опять стала двигаться. И, условно, тоже проблема. Причем, проблема носит циклический характер, как говорят у нас представители Банка Японии. Однако, наверное, здесь не только дело в циклических проблемах, но также в метроструктурных проблемах, о которых представители Банка Японии пытаются, скажем так, умалчивать об этих проблемах, отводить в сторону, скажем так, вот данных разговоров. Но, тем не менее, проблем не уйти. Даже вот мы тоже на наших вебинарах по обзору в обликном рынке Форекс. Также мы проводили вебинар про Европейский Центробанк. Классно мы говорили, что в еврозоне сейчас проблема угрозы депрессии, на примере японской депрессии, японской болезни. И Европейскому Центробанку необходимо вводить различные меры, в том числе и стимулирование экономики для того, чтобы не допустить еврозону, скажем так, чтобы она скатилась именно от депрессии. Но после вот именно пресс-конференции руководства ЕСБМ мы слышали, что Голайд Сидома Маде-Драги заявлял, что веков проблемы депрессии нет, все хорошо, все под контролем. Но вот здесь Маде-Драги именно выкалил. Об этом мы тоже много раз говорили в вебинарах по обзору рынка. И вот со всеми на буквально минутшей неделе Маде-Драги признал, что да, проблемы есть. Курс евро очень высокий и он также так угрожает ценовой стабильности. Поэтому желательно, чтобы курс упал. И соответственно мы также рассматриваем все меры для того, чтобы поддержать экономику, постимулировать экономический рост. То есть Маде-Драги сначала скажет, как впадет проблема, но потом в итоге все-таки он ее признал, потому что уже, скажем так, делятся в некоторое время ее проблемы не решаются и соответственно это большой негатив. То же самое у нас сейчас намечается и у Банка Японии. Возникли определенные проблемы, но тем не менее Банк Японии на своих последних заседаниях пытается всячески уйти в сторону данных проблем. Он говорит, что ситуация под контролем руководства Банка Японии и что все будет хорошо, однако проблемы есть, они налицо и мы тоже получим определенные, скажем так, элементы стимулирования уже в ближайшее время. Рассмотрим показатели безработицы в Японии. Здесь тоже четкая положительная тенденция. После уровня безработицы 4,5% в январе 2012 года мы наблюдаем снижение и вот сейчас уровень безработицы составляет 3,7% согласно последнему отчету за январь 2014 года. То есть у нас тоже, скажем, прямая взаимосвязь, мы видим рост инкреакции, соответственно, увидим рост и показатели ОВП. Также мы видим сокращение безработицы, то есть цепочка, она работает, о чем мы говорили ранее. Необходимо отметить, что сейчас даже получается безработица, она у нас находится ниже, чем модуль, которую предлагают ученые, то есть 2% реакции и 4% безработицы. Сейчас у нас безработица в японии составляет 3,7%, что указывает на то, что загруженность других ресурсов, она очень высокая в стране восходящего солнца. У нас поступили несколько вопросов в чат, почему когда евро идет вверх, а ено вниз и наоборот. Вы знаете, Михаил, у нас сейчас по евро хоть и краткосрочный такой тренд может быть исходящий, но тем не менее разворотом очень близко и вскоре мы увидим очень какое-то хорошее падение по евро-доллару, потому что спекулянты, скажем так, с последних сил пытаются заместку зародки повыше для того, чтобы продать на более высоких уровнях. Вот не стоит думать, что если, допустим, евро идет вверх, то у нас будет невосходящий тренд, и это невосходящего тренда в этом году не будет. Это именно такой вот спекулянский раздель для того, что это не только продать котировки повыше, продать пару евро долом повыше, чтобы потом ее опустить вниз, и там уже внизу запиксировать прибыль. Поэтому разворот по евро уже где-то рядом, и скоро мы увидим очень хорошее падение. Как с позиции теханализа, все указывает вниз, так и с позиции континентального анализа. Среднесрочная и долгосрочная перспектива пары евро-доллар. Краткосрочно возможно все что угодно, возможно всплески как наверх, так и вниз, но, скажем так, долгосрочно до конца этого года пара евро-доллар будет снижаться. Ни слова о цунами и катастрофе. Вы знаете, сейчас у нас катастрофы, они были в Японии, были у нас различные проблемы с атомными станциями, были землетрясения, но, тем не менее, сейчас мы рассматриваем именно денежную предыдущую политику, поэтому здесь немного, скажем так, другое. Катастрофа это уже природное явление, такие стихийные, постмажорные, и здесь уже, скажем так, мы ничего не можем анализировать, мы не знаем, когда не возникло по новой, допустим, сегодня мы живем, у нас все хорошо, а завтра у нас вновь, допустим, в Японии землетрясения. Соответственно, мы этого предсказать не можем, единственное, что мы можем делать, анализ именно денежно-кредитной политики, и уже из этого мы можем делать какие-то прогнозы. Вот чем мы пытаемся заниматься. Рассмотрим депрессионные риски для Японии. Япония впервые за 16 лет пойдет на повышение налога с продаж, с 1 апреля 2014 года ставка налога будет увеличена с 5% до 8%. Необходимо отметить, что японское правительство не исключает для меньшего повышения налога на продажу, также не исключает и роста налогов у других налогов, увеличение налоговой базы. К чему все это может привести, какие могут возникнуть риски на этом фоне? Первый риск – это сокращение личного потребления. Безусловно, увеличение налогов предприятие, скажем так, потребление переложит на потребителя, и, соответственно, для потребителя уже будут невыгодные цены для того, чтобы, скажем так, покупать товары и услуги. И, соответственно, это все будет негативом для в итоге личного потребления. Также это все может привести к замедлению роста цен, поскольку если у нас население Японии, японские потребители, они сократят свое потребление, будут покупать меньше товаров, соответственно, это тоже негативно для роста цен, потому что если спрос очень маленький, соответственно, цены не растут. Здесь экономический закон спроса и предложения работает очень хорошо на инфляции, на инфляциях, на инфляциях и цен. Сокращение спроса приводит к снижению цен и наоборот. Соответственно, если спрос высокий, то цены тоже поднимаются, потому что если есть желающие купить, то почему бы не продать им по гораздо высокой цене и заработать на эту дополнительную маржу, дополнительную прибыль. Здесь все логично. Соответственно, замедление роста цен, это опять у нас получается возникнут некоторые, скажем так, депляционные риски. Конечно, в Японии депляцию не скатится, депляционная болезнь ей не страшна, но, тем не менее, снижение депляции – это негатив. И третий, скажем так, атомистик – это снижение упакователей ООП, начиная с второго квартала 2014 года. Сейчас у нас первый квартал 2013 года, однако в Японии финансовый год отчитывается по-другому. Там, получается, сейчас заканчивается четвертый квартал 2013 года финансового, то есть заканчивается финансовый 2013 год. Он заканчивается с 31 марта. Обычно в данный период, скажем так, в учебниках по валютному рынку форекс потратилизуют как укрепление японской иены, то есть происходит укрепляция капиталов. Предприятие, экспортеры и партеры, они, скажем так, производят конвертацию своей ручки, национальные валюты Японии, соответственно, происходит усиление японской иены. Однако необходимо всегда тоже понимать, что не обязательно именно 31 марта у нас всегда 100% будет рост японской иены против американского доллара. Как предприятия, они тоже там вся длинные глухи, поэтому оно может проводить данную конвертацию заранее, не обязательно в последний день 15-го года, но в половине недели, начать проводить на неделе раньше, соответственно, некоторое предприятие японской иены может начаться гораздо раньше, а уже 31 марта, в последний день финансового года, особо сильное укрепление японской иены иены. А вот уже со второго квартала 2014 года, это имеется в виду на калитарный квартал, а если смотреть с позиции финансового года в Японии, то это получается новый финансовый год, 1 апреля 2014 года, нашлется новый финансовый год 2014-15 года, первый квартал финансовый год, соответственно, у нас будет замедление темпико-экономического роста, потому что сейчас ставка налога прежняя, это проценты, соответственно, цены совершенно другие, цены ниже на товары, и, соответственно, японские потребители будут в большом количестве покупать сейчас различные товары для того, чтобы сделать запас некоторые, потому что уже с 1 апреля цены будут повышены, это будет невыгодно уже покупать. Поэтому сейчас в первом квартале мы ожидаем хорошие показатели по Японии, и, соответственно, на этом квартале можно ожидать укрепление японской иены после публикации отчета о ВУП за 1 апреля 2014 года, а вот уже с 2 апреля можно ожидать снижение темпико-экономического роста, что, безусловно, негативно для японской экономики и в том числе и для национальной валюты Японии. Рассмотрим мы, скажем так, текущую ситуацию по паре до Японской иены и к чему может с этой ситуации привести именно повышение налога на продаже. Наверное, некоторые участники вебинара могут задать вопрос, а для чего же тогда Япония повышает ставку налога на продажу, зачем это необходимо, если сейчас, скажем так, только-только ситуация стала устанавливаться, управляясь в лучшую сторону, экономика устанавливается. Правительство Японии прошло на этот шаг для того, чтобы снизить дефицит дефицит государственного бюджета. У Японии очень большие государственные долги и, соответственно, чтобы снизить данные долги, правительство как раз и пошло на то, чтобы увеличить налоговые ставки, чтобы тем самым выбралось до большего поступления в бюджет и чтобы, скажем так, уменьшить государственные расходы. Вот именно этим мы, скажем так, поводом руководства с правительства Японии. Однако, если смотреть с экономической точки зрения, то это неусловно негатив, раз у нас именно получается, что японская экономика сейчас только-только встала на курс восстановления и, соответственно, данная мера может запросто подорвать данный курс восстановления. И, соответственно, что можно ожидать в этой ситуации? В этой ситуации можно ожидать то, что Банк Японии будет вынужден пойти на дополнительные стимулирующие меры. Сейчас он проводит стимулирующие меры на порядка 6 триллионов ежемесячно. Соответственно, ему придется увеличить данную сумму. Увеличение стимулирующих мер – это негативная для национальной валюты, то есть для японской иены. И, соответственно, можно ожидать дальнейшего ослабления японской иены и, соответственно, дальнейшего роста пары доллар-японской иены. Это первая причина, по которой можно ожидать роста пары доллар-иена. То есть у нас текущие уровни на отметке чуть выше 102 фигуры, соответственно, ожидаем роста выше максимума, который у нас был в начале года, выше этого максимума, то есть выше 105 фигуры. Это первая причина для роста. Вторая причина для роста, как у нас недавно заявил один из представителей Центрального банка Японии Куити, о том, что рост потребительских цен, рост инфекционных процессов был достигл за счет того, что за счет слабости национальной валюты японской иены. Соответственно, для того, чтобы достичь целевого уровня 2%, необходимо дальнейшее ослабление японской иены. Соответственно, на двух этих причинах можно сделать предположение от этих факторов, что можно ожидать роста пары доллар-японской иены на ближайшую перспективу, второй, третий квартал, вполне возможно даже и на четвертый квартал текущего года. То есть до конца года мы ожидаем ослабление японской иены. Соответственно, рост пары евро-доллар был отметки как минимум 110 иен за 1 американский доллар. Именно два этих фактора – это увеличение стимулирующих мер на фоне того, что будут негативные тенденции после введения налога на продажи, это во-первых, и также для того, чтобы достичь целевого уровня инфляции 2%. Необходимо отметить, что Банк Японии поставил на себя задачу достичь целевого уровня по инфляции 2% уже к концу первого квартала 2015 года. Это имеется в виду на календарный квартал. А если смотреть по финансовому календарю Японии, то это получается как раз к окончанию финансового года, который у нас состоится 31 марта 2015 года. По этому времени остался год для того, чтобы достичь данной целевой уровня. И соответственно, если у нас будут получены различные налоги, то это серьезный сдерживающий фактор для того, чтобы достичь данной отметки 2%. Поэтому Банк Японии ничего будет не оставаться делать, как увеличивать стимулирующие меры для того, чтобы поддерживать тенд коэкономического роста во-первых, ну и во-вторых, оставлять дальше японскую иену для того, чтобы достичь, скажем так, потихонечку целевого уровня 2%. Поэтому мы тоже можем выглядеть даже на графике, рассмотреть у нас восходящий тренд, потом у нас получается некоторая коррекция происходит, потом дальше у нас опять восходящий тренд, опять некоторая коррекция и у нас получается консолидация. Можно выделить вот уровень поддержки и уровень сопротивления. Соответственно, у нас сейчас котировки валютной пары доллар-иена зажаты между двумя этими уровнями, у нас консолидация. И вот если посмотреть с позиции технического анализа, как у нас, скажем так, в классике теханализа, если у нас на верху уровня начинается консолидация, опять у нас восходящий тоже для себя продолжение тренда наверх, выход из данной консолидации. Соответственно, получается с позиции теханализа, так и с позиции фундаментального анализа, у нас тренд в баре доллар-иена, он по-прежнему восходящий. И, соответственно, можно, если вы, допустим, многосрочный трейдер, некогда срочный, еще раз подчеркну, внутри дня могут быть какие угодно приебания, потому что внутри дня никто не стоит больших стопов, и, соответственно, если, допустим, сейчас вы видите 20-20 доллар-иена с короткими стопами, не обязательно, что ваша прогрессия будет плюс. Мы сейчас говорим на период среднесрочных один квартал или даже долгосрочных на 2-3 квартал текущего года. То есть долгосрочная тенденция у нас на восходящий, и, соответственно, мы видим, что именно вот здесь как раз крупные игроки они формируют позиции на, скажем так, покупку пары доллар-иена, потому что мы видим некоторую консолидацию, и как раз в данной консолидации происходит открытие позиций. То есть, допустим, маленькие игроки, мелкие спекулянты, они могут продавать пару доллар-иена, а вот раз долгосрочные игроки, такие крупные инвесторы, они именно потихонечку покупают и формируют свои позиции в портфель. Поэтому, если, допустим, кто-то из вас долгосрочный трейдер или долгосрочный инвестор, то вы можете, допустим, посмотреть и выбрать для себя в дальнейшую точку входа, открытие длинной позиции по паре доллар-иена для того, чтобы заработать на дальнейшем ослаблении японской иены. Ослабление японской иены может быть разное. Некоторые, допустим, экономисты на Лоу-Стрих подсчитали, что японская иена может ослабить до отметки 115 иен за один американский доллар. Но, мои взгляды, они были, скажем так, консервативные, более, скажем так, реалистичные. 110 иен за один американский доллар и там плюс-минус несколько функтов отклонения. Это вполне нормально. Если у кого-то есть какие-либо вопросы, задавайте, пожалуйста, вчера. Осталось бы отвечать на ваши вопросы. Если предлагаете выключить фен, вы знаете, никаким феном я не пользуюсь, никакого фена здесь нет, поэтому, к сожалению, не могу уклонить вашу просьбу. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы, коллеги. Не стесняйтесь. Павел спрашивает, в ближайшее время отскок гастрала может быть? Павел, вполне может быть. Как раз вот именно этот уровень мы недавно пытались попробовать, скажем так, прощупать. Но не именно 100, а чуть выше, если мне память не изменяет, 175, после чего мы видели хороший разворот наверх, пример на три фигуры. То есть это говорит о том, что где-то возле этой отметки 100 или 101, куда-то очень хороший спрос расположен со стороны, скажем так, долгосрочных инвесторов, которые, скажем так, и начинают генерировать длинные позиции в портфеле. Поэтому все может быть, что на этом уровне мы еще сходим, после чего мы увидим хороший разворот. Даже не исключая такого варианта, что у нас вполне возможно будет ниже 100, допустим, 99, после чего будет разворот. То есть вполне все можно ожидать. Я думаю, что при случае я делаю вот так. Я разбиваю, скажем так, свой торговый капитал, который я пытаюсь сделать на несколько частей. Допустим, у меня есть, грубо говоря, капитал 1000 долларов или, допустим, я захожу 500 долларов на текущем уровне и следующие 500 долларов завязываю на уровень чуть помниже. То есть делаю дарельки. в том, что очень трудно предсказать на какой цене будет именно, скажем так, развитие тренда, где у нас будет инкульс, либо у нас от текущего уровня будет инкульс, либо мы еще опектируемся. Поэтому такая стратегия достаточно успешная, так называемый пирамидинг. То есть вы выстраиваете свою торговую позицию по пирамиде. Сначала вы покупаете одним лотом, потом вы добавляетесь, делаете с доливкой, потом еще добавляете, еще добавляете. С одной стороны, если у вас есть коррекция, то вы тоже получаете неплохую цену среднюю. С другой стороны, если коррекции нет, то все равно, допустим, вы половину лота вошли, половину объема и, соответственно, вы данное движение тоже не пропустите. То есть тоже вы сможете работать. Поэтому лучше все же, на мой взгляд, я еще раз подчеркну, именно на мой взгляд, делаются, скажем так, вот именно такие операции с доливками, чтобы не покупать все по одной цене. Потому что можно купить все и сразу, а потом получить откат и потом, скажем так, переживать из-за этого, расстроиться, потому что можно было зайти на блогу привлекательных уровнях. А так, получается, зашлись частью торгового объема, потом пониже зашли еще. Если цена дальше придется, все еще закупились и получается вполне хорошая средняя цена. Необходимо отметить, что так делают и профессионалы на финансовых рынках, институциональные инвесторы, вы можете об этом прочитать в различной литературе, в мемуарах, скажем так, данных инвесторов денег, как раз тоже об этом пишут, что они тоже всегда, скажем так, входят ступенчато в позицию, они всегда не входят ни туда, скажем так, на одной и той же цене всем объемом. Всегда они делают, скажем так, разбивку коммунских частей, для чего уже открывают свои позиции. О швейцарскому Центробанку, Андрей, мы вебинар не проводили. Мы проводили вебинары про федеральную резервную систему США, также про европейский Центробанк. Вот сегодня мы провели вебинар о Центральной Банги Холмой. Хотелось бы сделать небольшие анонсы, пишите свои вопросы в чат, а я пока сделаю небольшие анонсы. Завтра, в пятницу у нас с утра состоится в дыма, в действии с московскому времени ежедневный обзор валютного рынка Хорекс, где мы рассмотрим текущую ситуацию на рынке. И в 4 часа дня по московскому времени мы проведем онлайн-конференцию. Тема конференции – свежие идеи для инвестирования. Нам в гости придут несколько инвестирования, которые расскажут вам о различных инструментах инвестирования, расскажут об инвестировании золота, также рассмотрены различные инвестиционные инструменты, которые доступны для частого инвестора в России, которые проживают. Рекомендации по составлению инвестиционных портфеля условия инвекции. Служенность в России инвестиция достаточно высокая. Если, допустим, в мире инвестиция обычно 2%, в Евразии даже меньше процентов, то у нас в России инвестиция гораздо выше. Соответственно, нам тоже необходимо думать, как защитить наши сбережения инвестиционные инвестиции. Все эти вопросы мы рассмотрим завтра. Конференция у нас начнется в 4 часа дня по московскому времени. Ориентировочное время окончания конференции – 18-20 по московскому времени. У нас будут вступать 4 спикера, поэтому приходите, приглашаем всех желающих принять участие в данной конференции. Будет очень интересно. Поступим к вопросу от Михаила. Если в США будет терять свои позиции, будут ли он тянуть за собой дело? Вы знаете, что вы имеете в виду по поводу того, чтобы в США терять свои позиции? Какие именно позиции будет терять США? Сейчас американский доллар в текущем году, он будет достаточно хорошей валютой, скажем так. Будет определенный спрос на данную валюту. Мы даже видим, как золото снижается, а это тоже есть прямая кривиация. На мельчей неделе мы говорили, мы проводили тематические динамы про золото, что между золотом и долларом есть прямая кривиация. Если золото падает, доллар укрепляется. То есть есть спрос на доллар и на доллар. Поэтому доллар сейчас достаточно привлекательен для покупок. В том числе, мы скоро выведены достаточно сильные снижения в паре евро-доллар, то есть укрепление американского доллара. Соответственно, если вы имеете в виду именно доллар, то доллар будет расти и, соответственно, будет снижение. Вера задала вопрос. У меня покупка 103.31 для Ексена. Вера, у вас покупка вот такого уровня? Вот уровень 103.31 или же вы, скажем так, купили на более низком уровне с целью 103.31? Такое небольшое уточнение. Вы купили по 103.31, на которой у вас цель стоит, где вы видите точку. 110.110 хорошая цель, но для этого необходимо тогда и большой стоп-лосс поставить. Потому что, как мы уже говорили, вполне возможно ждать тестирования отметки 100. То есть шансы тоже есть в 50 на 50. Возможно, туда цена и не дойдет, но вполне возможно, что сначала мы можем сходить на 100 или около 100, а потом уже будет очень хороший спрос на пару долларов японской иены. Также хотел бы сказать, что ослабление японской иены, такое ширкомасштабное, оно начнется уже после апреля, потому что еще в апреле, скажем так, будет только введен на продажу, соответственно, Центральный Банк Японии. Они будут принимать как в виду мер, по стимулированию экономики, потому что Странный Банк Японии уже заявлял, что сначала в апреле мы возьмем паузу, мы посмотрим на те отчеты, которые уже будут после повышения налога на продажу. Если отчеты будут негативные, то мы будем применять меры. Соответственно, можно ожидать принятия таких мер именно уже в мае, в мае, в июне текущего года. И, соответственно, хороший рост пары долларов японской иены можно ожидать в мае, в июне. Поэтому, если чем такой вариант, что мы можем стоять и пониже. Соответственно, здесь необходимые условия достаточно высокие для покупки, 103.31, исходя из текущих условий по паре долларов иена, поэтому стоп необходимо поставить, скажем так, достаточно широкий. Но это уже вы должны для себя решить сами, потому что у вас есть личный торговый план, где, скажем так, расписан риск-менеджмент, правил управления капиталом. Лично вот, если бы, допустим, лично мое мнение, то я бы, допустим, покупал пару долларов иена на первой отметке 101.50, потом бы делал доливку на 150 и третья доливка на отметке 99. Вот, допустим, так бы я разбил свой торговый капитал с целью 110. Такая его, скажем, среднесрочная торговая идея на 2-3 кварта текущего года. Как торговать на фунт иена? Вы знаете, пара фунт иена очень волатильная, я вот лично не советовал ей торговать, но это, опять же, мое мнение, вам решать самим прислушиваться к этому или нет. Это личное дело у каждого. Но пара очень волатильная. Валютная пара, у меня, скажем так, с 5 сделок только одна закрылась в плюс, 4, она началась по стопу. Это было несколько лет назад, и я с тех пор данную пару валютную забросил, потому что она очень резко с одной стороны ходит, голодимость очень высокая. С одной стороны можно хорошо заработать, но, с другой стороны, эта волатильность лимитативно влияет на стоп ордера, стоп лоск тоже часто слабая, поэтому здесь, скажем так, техническая привлекательность данной валютной пары, она все же низкая. Поэтому если, допустим, брать данную сравнение данных валютных пар, доллар, иена, японская иена, то я бы лично подпочел пару доллар, японская иена. Если вопросов нет, всем большое спасибо за внимание. Приглашаю вас завтра на нашу конференцию, которая состоится в 4 часа дня по Маковскому выделению. Будет очень интересно. Желаю всем успешной торговли и до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...